Сегодня первый раз писал на конверте вместо Н. Новгород Горький. Это очень неловко и неприятно, пишет Алексей Пешков журналисту Федору Хитровскому в феврале 1933 года. К тому моменту наш город уже четвертый месяц зовется Горьким. Решение о смене имени принял в ЦИК с подачи президиума Крайсполкома вознаменования 40-летней литературной деятельности писателя Максима Горького. Писатель, конечно, зная историю Нижнего Новгорода, был немного смущен, что на тот период времени так громко назвали его город, в котором прошли детские годы, где он появился на свет, его именем. В разные периоды в честь писателя, подарившего нам на дне Мещане Васу Железнову и Жизнь Клима Самгина, называют две деревни, литературный институт, более 2270 улиц, теплоходы, водохранилища, киностудию и даже гаражно-строительный кооператив. Отца социалистического реализма можно встретить на картах России до сих пор. Но в советских и мировых атласах наш город снова начинают назвать Нижним Новгородом 30 лет назад. Горький входит в клуб городов писателей, таких как Пушкин, Лермонтов и Чехов, на протяжении 58 лет. 22 октября 1990 года Горсовет решает переименовать столицу Приволжья снова в Нижний Новгород. Утверждение подписывает председатель Верховного Совета РСФСР. Предложение поддерживает и Совет по топонимии Советского фонда культуры. Год спустя, в 1991 году, Свердловск вновь станет Екатеринбургом, исчезнет Ленинград, уступив место Санкт-Петербургу, и вернется Самара, сменив Куйбышев. Названия накладывают свой отпечаток на город и медленно стираются из памяти горожан. Так для старшего поколения Нижний Новгород все еще хранит в себе советский горький. Александра Шеломцева, Время новостей.